Новые форматы туризма на курортах Крачева-Черкесии, как улучшить легендарное кавказское гостеприимство и что не хватает гостиничному сервису республики. Вызовы и тренды современного туристического пласта обсуждали с конференцией Хорека, которая прошла на всесезонном курорте Архыз. Профессиональное мнение экспертов и потребительско-отдыхающих сравнила Фатима Даурова. Модератор конференции Хорека «Инфраструктура региона, тренды и вызовы 2021» Дарья Якимова считает, что платформу для проведения выбрали целенаправленно. Карачаева-Черкесия – регион, у которого есть все шансы стать одной из самых привлекательных туристических МЕК на Кавказе. Но всё, что дано природой, надо умело облачить в комфортный сервис. Пока что курортам республики не хватает профессионально выстроенного гостинично-сервисного обслуживания. Чтобы ваше кавказское гостеприимство, ваше кавказское радушие было направлено на гостей региона. Ведь это нонсенс. Кавказ – это же гостеприимный Кавказ. Казалось бы, это у нас у всех на Кавказе записано на подкорке. Но когда мы начинаем оказывать услуги, возникают вопросы. И задача организаторов конференции – очень точно скоординировать феномен кавказского гостеприимства с туристическим бизнесом и качественным предоставлением услуг. Представители индустрии гостеприимства республики в течение трех дней осваивали основные экономические и отраслевые тренды, узнавали у столичных экспертов, какие новые форматы туризма появились и как лучше наладить привлекательность и содействовать притоку туристов. Вопросов достаточно очень много. Допустим, интересует именно сейчас первый вопрос этой конференции. Действительно, мы не можем никак организовать досуг наших гостей. Реально, гостям, кроме как подъемников, особенно в зимний период, деться негде. Молодежи деться негде. Все это приводит к тому, что развивается вечером. Погулять или алкоголь, или еще что-то. Просто побродили люди и пришли в отель, сели. Людям неинтересно. Досуговый пробел в предоставляемых услугах курортов отметил и министр культуры республики Зураба Гербов. Вместе с коллегой по цеху, директором Черкесского театра Диной Аковой, он представил пакет предложений от учреждений культуры республики, который может охватить все возрастные категории отдыхающих. Если мы посмотрим наши курорты Архыз, Донбай, Тиберда, то увидим, что в них турист днем всегда находит, что делать. Это либо пешие прогулки, либо катание, если это зима. А вечером всегда есть пробел в его программе. Очевидно, что и наши учреждения культуры не могут пока представить себя в лучшем виде. И наши гости приезжают и видят Карачаево-Черкесию не в лучшем свете. Потому что они знакомятся с ее культурой, не успевают с людьми, которые здесь живут, очень близко подружиться. И впечатление о республике получается однобокое зачастую. Все возможности у театра есть для того, чтобы оказывать услуги по досуговой деятельности туристам, приезжим, те, которые посещают наши прекрасные места. И сегодня у нас хорошая возможность была именно участникам конференции показать эту презентацию. Тем временем поток туристов в романтике в этом году намного больше, чем предыдущие, отмечают специалисты. Пандемия внесла свои коррективы. Отечественный туристический бизнес увеличил объемы доходов. Судя по очередям на подъемнике, нашему человеку уже не страшен ни вирус, ни недочеты в обслуживании. Сегмент Хорика больше всего направлен на удовлетворение потребностей самого клиента, который платит не только за сам продукт, но и за сервис. И вот сейчас мы узнаем у наших туристов, довольны ли они предоставляемыми услугами и что бы им хотелось поменять. Вы довольны услугами, то, что вы здесь получаете? Да, безусловно, довольны, потому что номера здесь достаточно комфортные, погода отличная, склоны потрясающие. Мне очень здесь нравится. С точки зрения каталога мне очень все нравится, потому что по соотношению Сочи здесь, наверное, комфортнее будет даже. С точки зрения инфраструктуры и сервиса, наверное, что надо развивать, особенно то, что касается общепита, потому что в общепите есть к чему стремиться. Ну и не говорю уже о сервисе такси, который машины страшно ехать, даже вызывая. Чтобы доехать до архиза самой каталки, то получается машины ненадлежащие к качеству и не обслуживаются вообще. Тем не менее хочется к себе уважить на отношения. И соотношения, наверное, цены и качества, потому что мы готовы платить деньги, но при этом хотели за это получить должное качество. Вкусные хачаны, аппетитный шашлык и горячий глинтвейн пока еще держат марку гастрономических предпочтений отдыхающих. Но тем не менее, если улучшить манеру подачи и качество обслуживания, наладить культурное сопровождение и эстетику, то долгожданный отдых для россиян и зарубежных гостей по качеству может дотянуться до желанных и признанных гостиничных звезд мирового масштаба. У курортов Карачаева-Черкесии есть все предпосылки для этого. Дело остается за желанием принимающей стороны стать лучшей в своей сфере. Фатима Дорова, Лебастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, поселок Романтик.